У меня, короче, сегодня воскресенье, сегодня две шабашки, купил, короче, сверло, ярмак, как раз керамическую плитку в санузле свелить самое то, 90 рублей стоит. Я взял дрель, закинул удлинитель, взял перфоратор, перфоратор сразу с патроном, там же внизу лежит бур-шестерка. Так, взял, в принципе, весь свой комплект инструмента, помимо прочего, взял первый зажим для патрона, взял дюбилей шестерок, взял саморезов подлиннее, посреднее, покороче, взял пару шайб маленьких, ну, чуть-чуть взял побольше, собственно, и все. В принципе, как мне кажется, я подстраховался. Сейчас ждем одиннадцати, договорились, заказчица, потом закончу с ней и пойду уже в этот, на Шувалова один. Короче, пошли работать. Не-не-не, да оно, висело зеркало. Снимаем остатки, примеряем, сверлим. Так, размечено, примерка и гимналия. Так, ну, шкаф виситка. Ну, все, собственно, принимайте, проверяйте. Окей, не, пожалуйста, пожалуйста. А вы можете розетку поменять на твоем месте? Конечно. Сложно? Нет. Нет, я просто думала, как там поменять из Китая. Работу сделал, вон стоит сумка. Сейчас буду перебирать, у меня, короче, есть заказчик номер два. Я достаточно быстро раскидался с этой работой. А может быть, я даже сделаю все намного раньше, чем рассчитывал, и опять сяду за монтаж роликов. Короче, за работу я взял 1200, то есть за маленькую полочку 500, за шкаф 700. Это очень дешево, но надо нарабатывать сарафан потихонечку, понемножечку, по чуть-чуть, короче, зарабатывать денежку. Так что сегодня уже день прошел не зря, немножко денег заработал. Это очень приятно. Перейду на Шувалово. Шувалово 1. Там мне нужно повесить, как мне сказали, люстру софит. Вопросов на какие претензии не имею. Взял с собой, короче, в рюкзаке, взял с собой перфоратор, взял с собой на всякий случай патрон под обычную дрель. Зачем? Взял с собой на всякий случай сверло ступенчатое, если вдруг придется сверлить отдельное отверстие в планке для крепления на потолок. Потому что зачастую можно обойтись без сверловки, без штрабления, а просто прикрутить на ту распредкоробку, которая есть. Но не у всех застройщиков она имеется. Но опять же я иду к тому застройщику, у которого и у меня жилье, это в Гренландии, в Сопл-Сити. У них распредкоробки у всех есть. Просто я был у лидера однажды. И это та еще и у Иронианин, застройщик, у которого просто все, блядь, ужасно по электрике. Кстати, даже у Петростроя все с этим делом в порядке. Шувалова один. Погнали искать квартиру. Лента. Срачельник. Срачельник, пиздец. Бега тут, быстрые двери. Лифт, кстати, как у нас. Велмакс. Парадных, кстати, немного, видимо, тут тоже этот... Ну, до хрена, короче, дверей везде. Дратути. Вон с рюкзаком. Вон она. Красота. Снимаем. Ложки по этому поводу по работе. Вообще не выходит. Что пошло не так? А я уже не помню, там, где-то два месяца собирался вызов мастера. Вот так вот все выглядит. Без дебилей. Окей, сейчас посмотрим, может даже уменьшимся сделать бездополнительные сигналовки. Впервые вижу, видишь, вот точка чисто, чисто под распред коробку. То есть длинный и вот как раз точка под распред коробку, которую всегда приходится сверлить. КРУТО! ЧПУНЬ! ЧПУНЬ! Да, все. Отлично. Ну, вот и все, крепление вот на одном пеньке. Ага. Ну и все, и никаких проблем, все это держится вполне надежно. То есть... Ладно, погнали, короче, домой. На сегодня работа сделана. Работа обошлась мне в тысячу рублей. Сделал все аккуратно, быстро, без претензий. И, кстати, камера села ровно тогда, когда, собственно, заказчик похвалил и удивился. Круто. На самом деле, вот прям круто. Ценник за сегодня вот 2200. Кстати, это моя первая заявка с Юлы. Вот такие истории. Так что, на Юле тоже реально найти, как бы, ну, тяжковато, но, как бы, реально. Наши районы, наши человейники с высоты 15 этажа. Смотри. Вот там, короче, гражданский проспект. Вот в тех степях, короче, Парнас. Вот там гражданка, вот там, вот Парнас, короче. Вот, вот кап идет, и вот туда, далеко-далеко, вот прям отсюда еле-еле-еле видно Парнас. Вон, смотри, вообще круто. Как тебе такое, дорогой подписчик? Если тебе нравится, не забывай ставь лайк, подписываться на канал, там же оставляй свои комментарии. Если хочешь помочь мне на видео канала, все ссылки в описании. А на это все. Желаю тебе удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока-пока.